как меня слышно видно все ли в порядке отлично рада вас приветствовать коллеги ну что ж у нас с вами сегодня тема вот звучит таким образом как механизм психологической защиты педагогов и как не допустить профессиональной деформации предыдущие мои вебинары они были посвящены теме такой знаете охранности ребенка наверное взрослого а вот сегодня я подумала о том что вы перешли немножко на другую теперь сторону это так некая сохранность педагога то есть мы будем сегодня говорить о нас с вами до педагогах о воспитателях о тех кто занимается воспитанием детей да и в большей степени наверное про то как нам с вами все-таки сохранить себя от каких-то неприятных вещей до тех с которыми мы неизбежно будем сталкиваться профессия так коллеги если вы меня видите слышите все в порядке у вас ничего не зависает есть звук нажмите пожалуйста огонечек а то я вижу кто-то пишет нет звука возможно отвлекаясь на это все благодарю благодарю я вижу отлично и так ну я думаю что кто из вас не знает что такое профессиональная деформация или выгорание давайте лучше так коллеги а тоже набросайте огоньков если вы сталкивались с профессиональным выгоранием если вы знаете что это такое отлично на самом деле да мы не не можем с этим не сталкиваться явлением и вот начать бы я хотела вот с такого вот слайда обратите внимание да обратите внимание на фотографию непосредственно учителя который делает селфи да что на что мы обращаем внимание и вот здесь есть текст о том что это кадр из фильма училка алексея петрухина где учитель работает в школе 40 лет живет одна каждое утро нехотя собирается на работу и знакомой дорога бредет на уроки она не выносит детей которые приходят на занятия она они уверены женщины безнравственные глупые и ничему научить их невозможно поджав губы в тысячный раз она ведет ненавистный урок и при малейшем шуме в классе срывается на учеников знакома ли вам такая история сталкивались ли вы с коллегами которые вели себя примерно так же и вы знаете да с одной стороны можно сказать ух как нехорошо да какой плохой учитель учитель как не должен себя вести как раз на предыдущий вебинар об этом говорили да что должен учитель делается что ему нельзя говорить для того чтобы не поранить ребенка но давайте мы обратимся как бы к реалиям тем которые у нас есть потому что они достаточно суровые последние исследования которые проводились так скажем учеными да связанная как раз таки с профессиональной деятельности именно педагогов очень интересные данные получились да вот исследование высшей школы экономики проведенную 2020 году показала что 75 процентов педагогов испытывают профессиональное выгорание 75 процентов 38 процентов из них находятся в острые фазе и другое исследование да это о том что 60 процентов учителей склонны к неврозам связанным с профессиональной деятельностью и уши у 61 процента отмечается наличие хронических болезней сурово да согласитесь и вот еще отзыв да я как бы работаю в педагогическом университете поэтому вижу студентов в классическом университете педагогическом университете и вижу студентов которые горят да они такие инициативные они очень активные они прям думают о том как они придут школу и как они будут работать они любят детей у них прекрасные данные но спустя год мы с чем сталкиваемся мы сталкиваемся вот в такой ситуации реальность оказалась не такой как мечты 29 часов нагрузки огромное количество документации равнодушные злые дети и такие же злые родители которые вечно недовольны этот месяц я не жила существовала истощена физически и душевно нет времени на себя на молодого человека на родителей за месяц похудела до состояния впали щеки и видно ребра а мешки под глазами до подбородка от недосыпок хочется просто взять и уйти из этого ада это отзыв одного молодого учителя который после окончания университета устроился на работу в школу это не единственный отзыв такой педагогическая деятельность она сама сложна по своей сути но плюс и те организационные условия которые у нас есть они способствуют тому что если раньше у педагогов профессиональное выгорание наступало примерно где-то ну один раз в 35 лет в связи с чем связано регулярно запланированный курс повышение квалификации причем с отрывом от производства для того чтобы педагог мог переключиться то сейчас у нас выгорание происходит каждый год а точнее если быть то это два раза в год мы сталкиваемся с вами с таким явлением и давайте обратимся к самой педагогической профессии какие плюсы и минусы возможно да вы что-то дополните я с удовольствием до обращусь его как бы к чату да если вы можете отметить те плюсы и минусы педагогической профессии которые видите вы потому что здесь я как бы обобщила они достаточно стандартные ну во первых педагогическая профессия значимая работа она имеет большое влияние потому что мы руководим коллективом да мы формируем мировоззрение у ребенка мы воздействуем на его психику естественно это и поле ну как бы такая властная позиция в некоторой степени уважение признание учеников до длинный отпуск 56 дней отдыхать это конечно классно это здорово очень многие люди которые не посвящены в специфику педагогической профессии обычно смотрят ничего себе вам повезло да вы все лето отдыхаете до вас вообще все классно ну это с вами знаем что там есть маленький нюанс на возможность заработка имеется ввиду что у педагога не полный рабочий день он работает только половину дня и соответственно у него есть возможность еще взять репетиторство взять дополнительно например там классное руководство ввести какой-то кружок дополнительного образования многозадачность тоже относится к плюсам профессии потому что мы все время находимся в разнообразных ситуациях и эти разнообразные ситуации они возникают постоянно да поэтому нам приходится быстро переключаться то есть мы тренируем наш мозг минусы сверхурочная работа казалось бы любая сверхурочная работа должна оплачиваться но давайте скажем честно да тот кто работает в школе учитель у него есть проверочные работы у него есть контрольные работы и соответственно что происходит вы отрабатываете свои часы видеоуроки вы приходите домой проверяете работу или готовитесь к следующим занятиям и это не относится к сверхурочной работе это такой бонус до профессии которая есть сверхурочной работе относится то что когда кто-то заболел вам нужно выйти когда нужно взять кого-то сопроводить куда-то провести какое-то мероприятие дополнительно у нас есть еще общественные обязанности которые мы говорим как там не знаю там старший в параллеле допустим классов ответственность за питание и так далее соответствие стандартов соответствие стандартам я не буду называть это слово из четырех букв до которые вы все прекрасно знаете которые у нас меняются постоянно и мы вынуждены переписывать все наши программы учебные планы под эти самые новые стандарты обязательно аттестация конечно обязательно аттестация вы не сможете работать без определенного допуска да без прохождения этой аттестации которая запланирована да ну как повышение квалификации категория а скромная зарплата мне на самом деле при подготовке очень хотелось вывести слайд с заработной платы в других странах да то есть как оплачивается профессия учителя как оплачивается профессия педагога но когда я увидела разрыв этих цифрах я просто подумал ну наверное не буду не буду я этого делать и выводить просто скажу о том что у нас в россии труд педагога самый низко пооплачиваемый по сравнению со всеми другими странами которые у нас есть ну эмоциональная нагрузка вот это один из моментов который очень сильно усложняет нашу профессию в чем сложность этой эмоциональной нагрузки а во первых для того чтобы вам качественно преподавать для того чтобы вам нести знания в массы вы должны быть включены в этот процесс вы должны сами включаться то есть это как мы говорим сами гореть тогда вы достучитесь до ваших слушателей да то есть до ваших учеников или студентов или деток более того чем младше дети тем больше должна быть ваша эмоциональная включенность помимо этого да вот невозможно находиться в эмоциональном каком-то состоянии в эмоционально окрашенном состоянии на протяжении ну допустим тех же 6 8 часов подряд ну это просто нереально вам психика не даст такой возможности но помимо этого дети разные классы разные предметы разные и у вас помимо общения только с вашими учениками есть коллеги есть администрация и есть наши прекрасные родители и получается когда учитель постоянно находится вот в этой смене эмоциональных состояний он должен на это реагировать то эмоциональное выгорание наступает гораздо быстрее да это первое с чем сталкивается педагог то есть фактически уже где-то через два месяца на от начала так скажем нового семестра или нового учебного года педагоги сталкиваться с эмоциональным выгоранием что есть профессиональное выгорание у нас с вами тема называется как не допустить профессиональной деформации но я начну немножечко с первого этапа да который у нас есть так вот профессиональное выгорание это синдром который развивается на фоне хронического стресса и ведет к истощению эмоционально энергетических личностных ресурсов работающего человека то есть профессиональное выгорание она характерна для любой профессии есть определенные факторы это не только для педагогической профессии но педагогическая профессия также как и медицинская стоит лидером в чистоте случаев профессионального выгорания естественно это происходит а не за один день это накопительная реакция сама по себе но сам по себе процесс выгорания возникает в результате внутреннего накапливания отрицательных эмоций без соответствующей разрядки и может привести к истощению ресурсов человека то есть когда вы вынуждены каждый день общаться с большим количеством людей с большим количеством детей с разным уровнем эмоционально личностной зрелостности возраста вообще типом нервной системы да вы должны постоянно переключаться вы должны постоянно подстраиваться и ну давайте скажем честно это же не только плюшки плюшки и пряники это бывает и ситуации когда вы попадаете в конфликт и когда на вас сорвутся родители или те же самые ученики и вы как нормальный человек злитесь на эту ситуацию но вы не можете отреагировать это сразу в процессе и получается вроде как взяли скушали или как-то подавили в себе а потом это откладывается и много недовольства которые у нас возникает разными ситуациями вот то что я вижу вы написали написали да в чате что первых чиновники оторваны то есть люди управляющие школой управляющие системы образования оторваны от самой от самой этой системы образования ну и конечно самое главное да это все же то что у нас очень большой разрыв в плане знаете такого баланса жизни как бы должен быть баланс в плане того чтобы наша психика с нами было заодно мы должны соблюдать баланс брать и давать вот я даю сколько то то есть я беру сколько если мы будем этот принцип переносить на нашу заработную плату получается даем гораздо больше чем мы получаем то есть тот эквивалент а который у нас есть и это будет всегда приводить к недовольству и это первое опять же первый фактор до который у нас способствует именно этому профессиональному выгорание если разделить почему приз почему педагоги выгорают то мы можем несколько групп то первое это личностные факторы характерологические особенности самооценка стиль совладание вот те же самые механизмы защиты которым мы сейчас перейдем по возраст образование семейное положение ну то есть это то что зависит от самой личности какие-то особенности личности вторая группа это организационные факторы условия работы рабочие перегрузки содержание труда стиле руководства вот как раз таки об этом я говорила да и вот именно эти нюансы вы сейчас также до в чатике озвучили и есть третья группа факторов она связана уже сама со спецификой сама педагогической профессии во первых да вот здесь сказано низкий престиж профессия никто не сомневается в значимости труда педагога никто не не сомневается в том что эта профессия нужна важна и без нее никак но при этом что мы видим да в обществе мы видим все таки падение престижа этой профессии даже элементарно тот формат мне лично да вот это режет слух что мы оказываем образовательные услуги вот формат услуга переводит нас в позицию продавец клиент немножко другая история совсем и требования которые предъявляются к учителю они опять же несоразмерны с тем что он получает феминизация профессиональной среды много ли у нас мужчин а которые работают в педагогической деятельности многих ли вы знаете как правило это штучные варианты на это касается если школы то это может быть учитель например истории физкультуры об и же труда и так далее чаще всего это профессия женская напряженность психологического климата в коллективе у всех много работы много общественной нагрузки много бюрократической волокиты при этом а что происходит когда у нас много чего накладывается задания идут за заданиями и что нужно делать нужно как-то распределить кто будет это выполнять и что происходит у нас а происходит такая история да марина ванну возьмете да нет нет я все под завязку я не могу взять и мы начинаем перекидывать с одного педагога на другого педагога что никак не способствует скажем так какой-то эмоциональной разрядки до в самом коллективе мы уже начинаем смотреть волком на своего коллегу кто смог отказаться а кто-то не смог отказаться неукоснительное соблюдение профессионального эталона исследования высоким этическим принципам ну вот здесь я наверно останавливаться не буду только один момент озвучу да получается что у нас педагог это некий шаблон это некий макет который должен соответствовать определенным правилам и требованиям которые задаются социальной средой и соответственно у вас нет своей личной жизни вы не можете демонстрировать у вас нет каких-то предпочтений которые не дай бог не вписываются в имидж педагогической профессии ну относительно всех тех фото в различных социальных сетях там в купальнике или в какой-то одежде который считается непристойным ну видимо педагоги купаются в одежде чтобы вы понимали на вот на этой схеме я уже сказал о том что загорание у нас не наступает сразу она идет постепенно сначала есть стадия тревоги и это очень похоже со стадиями так скажем стресса да то есть дина с динамикой стресса у профессионального горания то стресс то есть сначала у нас есть стадия тревоги стадия напряжения то есть напряжение с одной стороны это неплохо это некий вызов это то что стимулирует себя на дополнительный поиск ресурсов это то что создает не такую проблемную ситуацию ты ищешь новый способ и выводит себя в принципе на достаточно уровень повыше да то есть ты поднимаешься но когда мы находимся длительно на уровне вот этом на первом напряжении то неизбежно наступает сопротивление стадия сопротивления она достаточно устойчивая и пролонгированная то есть человек вот в этом самом напряженном состоянии еще может работать достаточно долго но неизбежно фаза сопротивления приводит к фазе истощения и вот уже на фазе сопротивления на что мы делаем у нас уже происходит дезорганизация поведения то есть наш организм испытывает перегрузку наши эмоции меняются наше поведение меняется и вот здесь как раз таки на этой стадии могут происходить разные подобные выкрики до срывы учительские которые мы тоже видели в соцсетях показывает как я не знаю там нечто совершенно невообразимое ненормальное а потому что вот эта стадия сопротивления когда еще человек борется он пытается каким-то образом эту ситуацию преодолеть а заканчивается истощение не знаю как вы да но на своем собственном примере я тоже педагог я это всегда ощущаю через соматику то есть ну мы уже привыкли да к нашей профессии потому что это очень интенсивный режим это знаете я называю так то лапу ломит то хвост отваливается то есть ты вдруг начинаешь болеть там орви за каждый месяц там еще какие-то моменты просто угнетенный какое-то состояние получается вдруг почему-то у тебя нарушение сна вдруг почему-то у тебя появляются еще какие-то там болячки да обостряются возможно появляются еще и нарушение такие когда вот кстати одно из очень тоже таких интересных наблюдений вы работаете всю неделю а допустим суббота воскресенье вас выходные дни так вот вы думаете что вот сейчас я там суббота воскресенье вот это сделал это сделаю с детьми схожу там или еще там с друзьями встречусь а в итоге все это время проводите в лежачем положении потому что сил ни на что нет и убраться я не могу там и приготовить не могу из детьми время провести не могу потому что вот настолько устал вот это тоже способ проявления стадии истощения вот я думаю что вы здесь понимаете то что вот на этой стадии истощения мы работать не можем вот отсюда у нас начинается то есть выгорание само по себе это острая фаза и здесь у нас начинается другой интересный процесс который называется профессиональная деструкция эмоциональное выгорание случается первым это вот как бы для динамики потом идет профессиональное выгорание потом идет деформация то есть деформация некое изменение личности а потом живет профессиональная деструкция вот в канве этих понятий профессиональная деформация она неизбежна неизбежно для тех людей кто долго работает так скажем да например 5 10 лет в определенной деятельностью занимается то наша личность меняется но мы стараемся все-таки и профилактировать не допускать профессиональной деформации потому что это изменение качеств личности появление каких-то новых стереотипов восприятия ценностных ориентаций меняется характер способ общения поведения и меняется это под влиянием определенной профессиональной деятельности ну один из таких наверное ярких примеров профессиональной деформации это у врачей да то есть врачи становятся у нас некими такими бесчувственными циничными особенно у хирургов когда говоришь сушу меня вот здесь что-то болит а давай отрежем то есть сразу вот есть черный юмор да появляется определенный цинизм а это особенность профессиональной деформации мне очень интересно а как вы считаете а какая как проявляется профессиональная деформация педагогов да вот если например на примере врача да то у него цинизм то какая черта у педагога становится более акцентуированной напишите тоже в чате мне будет интересно очень посмотреть на это и я все сразу же до совершенно верно все знайки я все знаю я знаю как надо я знаю как правильно прям вот с 1 1 сразу да и сразу в точку и профессиональная деструкция вот деструкция это уже результат профессиональной деформации деструкция это некое изменение сложившейся структуры личности и самой деятельности которые негативно сказываются как на работе так и на взаимодействии со всеми участниками так и на личности на самой вот получается как бы крайняя степень профессиональной деформации это профессиональная деструкция деструкция это уже то что изменилось и она не меняется то есть если на этапе например там да в деформации то есть на стадии сопротивления мы можем что-то сделать то вот на стадии уже профессиональной деструкции к сожалению мы сделать ничего не можем и это знаете это получается да такие безразличные агрессивные педагоги которые могут спокойно там и за уши оттаскать и не из которой не испытывают несовести которые которым возможно даже нравится причинять боль например кому-то еще тем же самым детям и это распространяется не только на профессию это распространяется точно также на и на сферу личной своей жизни далее вот здесь вот представлены да как пример те деструкции которые есть у педагога те деструктивные качества которые появляются я вот смотрю тоже спасибо за ваши ответы в чат да как раз таки она есть есть агрессия на агрессия опять же от чего да потому что педагог постоянно находится в этой агрессии но отреагировать ее может авторитарность авторитарность она и вот это вот как раз таки есть всезнайство и чувство власти от меня много что зависит как я сказала так и будет твоего мнения никто не спрашивал ты еще дорасти до моих лет потом не будешь говорить и это проявляется еще раз говорю не только в профессиональной деятельности это мы видим и в процессе общения взаимодействия со своими близкими со своими домашними да с друзьями с коллегами вот эти мне сейчас вспомнилась такая присказка до которую я слышала в свое время и слышу до сих пор о какой профессии самые педагогически запущенные дети тоже напишите чат пожалуйста у кого самые запущенные дети учителей у педагогов до у педагогов и воспитателей ну чаще всего учителей учителей начальных классов да вот такая получается интересная история да мы говорим сапожник без сапог спасибо коллеги за за отклик ты настолько много тратишь себя на работе для других детей что у тебя не остается возможности у тебя не остается ресурсов на то чтобы заниматься своим собственным ребенком ну и потом здесь работает перенос до те эмоции которые у тебя возникают к детям на работе ты переносишь к своим собственным детям домой демонстративность дидактичность вот дидактичности догматизм это такая прям назидательность когда вас не спрашивают вашего мнения или что надо делать но вы сами везде с усами и готовы дать советы доминантность да вот как авторитарность индифферентность тоже увидел у вас это некое безразличие консерватизм когда мы не готовы к тем изменениям и все изменения которые к нам приходят мы воспринимаем агрессивно сразу штыки социальное лицемерие поведенческий трансфер вот социальное лицемерие это политика двойных стандартов то есть дети пить курить это вредно это плохо сказал педагог который сам курит где-то за кольцом школы вот это есть социальное лицемерие да так быть не должно но я сам этого не придерживаюсь то есть тебе нельзя мне можно почему потому что я большой взрослый или еще какой-то другой может быть оправдание поведенческий трансфер да когда я переношу свое поведение которое у меня есть в классе с учениками на другой коллектив ну как правило опять же дома со своими домашними ребятами что приводит деформации вот здесь я тоже как бы собрала это что есть и в литературе и грубо говоря опять же из опыта наверное да чрезмерное чувство ответственности за результаты своей работы те кто работает уже не первый год они понимают да что в принципе не надо брать на себя ответственность больше чем ты можешь сделать а еще лучше инициативу не проявлять потому что она наказуемо и вот это вот чувство ответственности мы не можем его убрать из самой профессии потому что она там уже присутствует потому что нам говорят о том что мы и так оказываем очень серьезное влияние на подрастающую и от кого зависит будущее в наше поколение конечно же от наших учителей здесь как бы само общество эту ответственность на нас накладывает страх совершить ошибку ну опять же это вытекает из самого первого почему так происходит ну конечно когда столько ответственности на тебя наложили не ты взял да то есть тебе ее дали тебе ее повесили то любая ошибка воспринимается как некая катастрофа огромный поток новой информации который нужно усвоить опять же да не буду произносить эти слова хотя нет мирно произнесу это фг осы рпд там планы и отчеты и все остальное весь вал этой документации который есть у педагога помимо его основной деятельности с детьми так это еще каждый раз новые вводные данные а у нас тоже знаете есть такая присказка да если в понедельник вам пришло поручение не торопитесь его выполнять потому что в пятницу его отменят вот такой юмор сужение профессиональных интересов до узкой специализации так как очень много информации постоянно нужно совершенствоваться нужно готовить детей к проверочным работам нужно готовить их к егэ да нужно готовить их каким-то еще формам аттестации то получается что я все мои даже весь мой круг интересов и хобби так или иначе сводится к профессии эти педагогов есть еще одна шутка собираются когда они на какую-то вечеринку или просто где-нибудь с подружками в кафе посидеть собираются первая фраза так девочки только не про работу да через 15 минут все разговоры только работе вот как бы сужается круг интересов настолько что вот мы закапсулировались там и там остаемся как будто оттуда не выходим необходимость регулярных подработок с одной стороны это плюс что вы можете подработать с другой стороны это минус потому что та зарплата которая вам платится без регулярной подработки ну слишком скромно а высокий темп жизни необходимость быстро реагировать на изменяющей ситуации и принимать решение высокий уровень эмоциональной включенности я тоже уже об этом сказала нарушение режима труда и отдыха вот это тоже интересный такой момент казалось бы да у педагога там 6 сколько часов вы взяли да там например 6 часовой рабочий день но я работаю и в первую смену и во вторую смену и никто не считает сколько работы я беру себе домой и получается я сам нарушаю вот этот режим труда и отдыха работа которая идет с нами домой она гораздо больше чем нам кажется потому что те мысли которые вы с собой несете те ситуации которые вы обдумываете даже например приходя домой когда вы кушаете когда вы делаете еще что-то вы уже продолжаете работать вы не выключаетесь ну и высокая бюрократическая регламентированность процесса который есть ну понятно вот во всей этой истории что нам остается делать защищаться почему мы приходим к защитам то есть психологические защиты это такой момент который есть у всех вот я сейчас обрисовала вам сложность нашей профессии как бы с моей точки зрения вы мне подтвердили своими высказываниями о том что так она и есть и теперь переходим к тому и что же происходит в такой истории то есть когда у нас очень много напряжения внутреннего напряжения или внешнего напряжения у нас начинает работать так называемая психологическая защита психологическая защита это механизм это неосознанный процесс который направлен на предотвращение психических расстройств устранение каких-то сильных отрицательных чувств эмоций то есть это нужно для поддержания баланса мы на самом деле используем не как бы не однокомпонентную защиту это многокомпонентный процесс но мы делаем акцент именно вот на такой защите вот что хочется выделить смотрите да есть напряжение внутри есть напряжение снаружи мне нужно защитить мое сознание от этого напряжения то есть когда я начинаю его ощущать моя психика уже готовит набор этих самых защит которые может использовать для того чтобы сохранить ее до для того чтобы не было расщепление для того чтобы человек не испытывал каких-то негативных переживаний чтобы не вступал в конфликты например и по сути это любые реакции которым прибегает человек каким каким механизм использует именно педагог то есть это набор определенных механизмов защиты которые мы используем для того чтобы снизить напряженность нашей профессии чтобы сохранить себя от выгорания да чтобы не допустить вот этой самой деформации чтобы не стать безразличным доминантным авторитарным педагогом это не какие-то особенные механизмы да а вот именно набор и в той последовательности я его демонстрирую в какой они чаще всего используется замещение замещение это такой механизм когда мы не можем как говорится свои эмоции направить на тот объект который нам эти эмоции принес ну как опасный и мы его перенаправляем на другой вот здесь на картинке прям представлена эта история это знаете это из разряда того что давно как говорится на подчиненного накричал начальник сорвался да он пришел домой наорал на жену жена там нарала на ребенка а ребенок там ну кота а кот нагадил всем в тапки да вот вот это замещение то есть каждый перенес свою эмоцию на тот объект который не может ответить вот о чем это о том что если вы перенапрягаетесь на работе если у вас есть конфликты на работе вы устали от детей то приходя домой вы вот эту усталость на кого выливаете на своих домашних и это замещение и это механизм потому что вы должны каким-то образом от этого разрядиться второй механизм защиты тоже очень любимый нами мы же люди умные да мы все знаем это рационализация когда я пытаюсь объяснить абсолютно логично рационально какую-то неудачу какой-то плохой поступок или то что у меня например не получилось а что-то мне не удалось что-то произошло и я начинаю объяснять до искать какие-то предлоги элементарно да вам говорят там например там мари ванна вы знаете да вот вы как бы на прошлой неделе уже съездили с детьми в музей да а вот на этой неделе надо съездить еще с другой группой давайте-ка вперед а вы такие ой нет 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 на этой неделе я никак не могу понимаете я уже на это время записано к доктору отменить запись перенести я не могу я записалась за две недели вперед так что коллеги прошу меня простить вот ну никак не получится вот это что это рационализация вы рационально объясняете как мне бы вот уйти от какой-то обязанности яркий пример басни крылова лисицы и виноград если вспомните то лисица очень очень хотелось этого винограда но она сказала ай да ладно не больно то я тебе и хочу ты зеленый ты невкусный то есть она нашла способ объяснить почему она не может его получить другой механизм отрицание отрицание это желание избежать какой-то неприятной негативной информации отрицание происходит тогда когда я не могу принять что то есть вот правда она настолько сурово она настолько болезненно что мне проще сказать что нет этого не было это вполне нормальный адекватный механизм для ситуации травматической до для ситуации утраты для ситуации потери при потере близкого человека там несколько дней человек например бывает шок да то есть он находится в шоке а потом он говорит нет этого не может быть нет это не произошло это не со мной это неправда вот вот это вот отрицание то есть мы стремимся любым способом избежать новой информации которые несовместимы с какими-то представлениями о себе на примере педагогической деятельности я могу такой пример привести да где-то там родители обсуждают допустим где-то не знаю в чате какого-нибудь педагога да не называя по имени вот такой тон сякой вот такие ты деньги собрал и куда он эти деньги потратил да конечно там не на ремонт он в классе потратила себе небось там чё-нибудь купил или в турцию всей семьей поехал а педагог такой смотрит смотрит такой нет точно не про меня хотя он деньги собирал то есть все я вот мне мне это неприятно слышите я так раз так отрицаю этот момент ведь отрицание на самом деле есть и тогда когда педагог не признает своего урона который он терпит в той же самой педагогической деятельности когда он в том что педагогическая профессия легкого я чё такого пришел постоял перед детьми там 40 минут все красота наговорил чего-нибудь и ладно это тоже отрицание потому что это не есть реальность отрицание происходит тогда когда вы работаете не знаю месяц без выходных например да или с одним выходном дне выходным днем и в этот выходной день вы доделываете ту работу которую не успели доделать и вы говорите себе о том что вот ничего ничего вот следующий месяц и будет лучше это что это отрицание то есть это неправда это как бы некая такая ложь себе или когда у вас начинает что-то болеть а вы начинаете это игнорировать ой ладно там подумаешь температура 37 2 это вообще не температура пойдут я на работу это тоже отрицание вы отрицаете заболевание вот еще раз говорю это наиболее часто используемые механизмы ну любимая до проекция проекция это такой механизм при котором человек переносит свои не самые лучшие качества на другого человека это не я такой это ты такой вот я не могу с тобой по-другому разговаривать иванов да потому что ты вот настолько агрессивные что меня аж переворачивает вот эта проекция ты меня выводишь на это это не у меня это у тебя это есть как вариант в чужом глазу соринку видим в своем бревна не замечаем мы переносим на другого человека те качества те эмоции те характеристики которые сами у себя не принимаем и нас на самом деле люди раздражают очень мы замечаем именно это потому что не замечаем это у себя но у других прям подчеркиваем обычно это бывает еще и с преувеличением с гротеском с определенным где работает проекция опять же у педагога до элементарно да мне очень хочется накричать на детей вот очень хочется там взять не знаю таскать в угол поставить я не могу этого сделать я же хороший педагог чё я прихожу домой и как начинаю на своих да то есть смотрю там что у меня сделал такой а ты почему это сделать начинаю прям докапываться специально выводить и потом срываюсь на ребенке на своем я переношу мне то хочется на самом деле агрессия то у меня есть но я вывожу своего близкого на то чтобы он до меня на агрессировал и тогда у меня есть прям повод для того чтобы обидеться для того чтобы отреагировать реактивное образование очень интересный механизм защиты да опять же присутствует у педагогов в силу высокой морально моральности и нравственности нашей профессии это та история когда наша психика совершает перевертыш и превращает то или иное чувство которое по каким-то причинам для человека непереносимо в его противоположность как пример до глубоко развратный в душе человек может превратиться в яростного поборника нравственности то есть это качество есть во мне но я его настолько не принимаю что переворачиваю у себя в противоположное но зато подмечаю всех других то есть все остальные не кажутся развратниками вот я не могу это все у себя признать я считаю себя моралистом до высоконравственным высокодуховным человеком а зато все остальные вокруг меня вот все прям развратники все какие-то вот нехорошие что характерно для педагогов для педагогов это реактивное образование характерно в каком плане на том что им приходится сдерживать много эмоций связанных с проявлением сексуальности с проявлением сексуальности как со своей так и с детской нельзя делать на этом акцент у нас нет полового воспитания в школе мы не можем об этом говорить поэтому мы вынуждены каким-то образом это переворачивать мы дам выказываем отрицательное отношение там ну к сексуальному просвещению например да хотя возможно внутри мы с этим абсолютно не согласны как пример в пятом классе характерный для многих то это младший подростковый возраст мальчик витя влюбился в девочку машу и понимает он что какие-то чувства то у него вот вот как бы вот как-то больше он испытывает к ней чем надо было бы мальчишки неприятно и что начинает помимо того что он понимает что он влюбляется он замечает что в косичке у нее гадкие и нос у нее не такой очки у нее не там одеты и начинает всячески задирать машинку да при этом что вашенька получает машенька получает тот факт что господи что что мальчик меня задирает видимо уж очень он меня ненавидит а хотя все совсем наоборот а вот это есть реактивное образование регрессия есть еще механизм защиты как регрессия регрессия опять же это не не хорошо и неплохо это присутствует когда мы стрессовых ситуациях пытаемся защититься и спрятаться используем для этого самые примитивные методы примитивные методы это те методы которые мы используем на предыдущей стадии нашего развития вспомните когда вам плохо когда вам не хорошо очень хочется залезть куда-нибудь под одеялко свернуться калачиком да и вот и съесть какую вкусняшку и поесть мороженку и посмотреть мультики например или хочется просто поплакать пока призничать как маленький вот такой момент регрессии присутствует у педагогов тоже присутствует эта регрессия почему она у педагогов развита во-первых потому что много приходится эмоций сдерживать и когда ты сдерживаешь долго то потом происходит срыв и вот в этом срыве ты не можешь их контролировать и получается опускаешься на уровень там подростка того же самого который может быть очень агрессивным очень бурным и таким катастрофическим и другой момент мы общаемся с детьми мы заражаемся от них мы также способы ведь у них перенимаем поэтому для нас это свойственно сублимация вот сублимация это конструктивный механизм защиты когда мы перенаправляем какие-то свои импульсы какие-то желания на какой-то другой вид деятельности то есть смотрите да я например что делаю я на работе постоянно сижу на работа такая сидячая мне нужно сидеть мне нужно работать с документами проверять тетради я у меня от этого как бы там на не знаю спина как-то болит или еще что то вот такая гиподинамическая деятельность значит как мне надо отдыхать наоборот да не сидя лежа можно можно бегая можно прыгая и вот тогда мы переключаемся вот в данном случае в классическом варианте сублимация она касается того что когда я не мог реализовать какие-то свои желания мне очень хотелось там влюбленность была а я взял там и написал какой-то стих то я взял сочинил какую-то историю например человек потерял близкого но вместо того чтобы заливать горе например алкоголем да он пишет роман и все выплескивает что он там чувствует как сублимация говорится проявляется у педагогов так это какое-то хобби увлечение которое абсолютно не связано с работой и это кстати одно из правил это прям рекомендации до чтобы ваше хобби ваше увлечение никак не было связано с работой для того чтобы опять же не допустить выгорания деформации деструкции в дальнейшем вот я предлагаю вам до пройти вот такую диагностику то есть я сейчас перейду к рекомендациям вы можете вот прям по ссылочкам пройти можете себе оставить и потом пройти здесь мы смотрим посмотреть уровень своего эмоционального и профессионального выгорания и вот две методики индекс жизненного стиля и методика измерения психологической защиты вы посмотрите какие у вас механизмы защиты активны при этом на что мы смотрим да вот в этих двух методиках нам интересно какие защиты наиболее напряженные то есть там где больше всего процентов у вас показывает на самом деле да вот вижу комментарий это универсальные механизмы защиты психики безусловно они применимы не только для педагога но и гораздо больше я взяла только те которые встречаются наиболее часто именно в педагогической деятельности и именно в той последовательности то есть от самого используемого к менее используем вот в этой истории да когда вы можете посмотреть на свои защиты не надо пугаться или не считать что там со мной что-то не так или у меня что-то не то на самом деле эта история про то что вы в своей жизнедеятельности должны использовать как можно больше защиты тогда наша личность будет более гибко то есть чем больше у меня напор тем я более гибок я более адаптивен мне проще жить вот если у нас маленькая маленький набор этих механизмов используемых тогда получается личность считается ригидной и вот к сожалению в нашей профессии в педагогической да есть такая опасность мы становимся ригидными да мы становимся не гибкими потому что опять же используем одни и те же виды защит вот способы профилактики что же делать ну во первых релаксация релаксация это мышечная релаксация да когда вы можете сесть удобненько вытянуть ножки есть прямо отдельные 5 минутки этой релаксации есть еще очень классная вещь вот прям вообще здоровская она касается не только профессионального выгорания она также касается вообще просто перенапряжение любой любого перенапряжения которые есть называется на два дня тишины вот в месяц у вас должно быть два дня тишины собираетесь уходите куда-нибудь то есть это не обязательно два дня вот прямо взяли на два дня ушли в лес с палаткой а вот в течение месяца если разбить все это время то вы должны вот эти вот два дня тишины добрать например каждый день хотя бы там 10-15 минут когда вы проводите ни о чем не думай ни с кем не разговаривая ни с кем не контактируя противострессовое дыхание дыхательной практике всегда широко используются это то что мы можем делать в процессе это то что мы можем тренировать вот как тренировка да например на уроках пилатеса есть это это практика в телесно-ориентированной терапии есть эта практика как вы можете использовать это для того чтобы успокоить себя и чтобы наша нервная система не переключалась на ненужный отдел вегетативной нервной системы до который у нас отвечает за реакции стрессовые как мы дышим вы дышите на счет то есть каждый подбирает сам ну допустим до 4 6 8 вот так используется на счет 4 мы делаем вдох на 4 секунды мы делаем задержку дыхания и на 4 мы делаем выдох тут вы сами уже подстраиваетесь как вам удобно смысл в том что вы вдыхаете задерживаете дыхание и выдыхаете плюс к этому противострессовому дыханию что еще относится да мы с вами дышим тремя разными так скажем частями тела есть дыхание грудной клеткой вот хорошо прям положить руки да и почувствовать как она поднимается есть дыхание в области диафрагмы вот на на нижние ребра мы кладем ручки пытаемся ручки как будто бы через вдох вот так вот ну ребра свои растолкать да и на низ живота дышим животом вот такое дыхание прекрасно переключает нас со стрессовой реакции до более благоприятные эмоциональное состояние тоже есть такая техника пять предметов пять предметов это опять же вот в самом моменте стресса используется когда причем очень хорошо работает и при панической атаке в том числе при тревоге какой-то который у вас возникает перечислите мысленно пять предметов разного цвета которые находятся в поле вашей видимости далее перечислите 4 ощущения на границе вашего тела например ноги там я чувствую пятками а шерц носочков до руками я чувствую поверхность стола на которой опираются 33 далее 3 до перечислите три звука которые вам слышны перечислить два запаха которые вы можете понюхать то есть взять и понюхать и использовать и один это перечислить одно вкусовое ощущение то есть вам нужно его почувствовать вы можете попить водичку чай скушать кусочек шоколадки да и прям вот ощутить то есть мы таким образом задействуем всю нашу сенсорику и включаем себя в себя то есть возвращаем себя себе смена обстановки даже элементарно если вы просто выйдете из кабинета на улицу где-то в другой коридор в другое крыло просто походите вы глазками поменяете это тоже переключение персональное планирование персональное планирование это когда мы с вами планируем свой день и мы обязательно планируем отдых и мы выполняем то есть я встаю там пять минут трачу на то-то там 10 минут трачу на то-то и делать перерывчики себе то есть отдых должен быть запланирован инвентаризация ресурсов инвентаризация ресурсов это то что мне приносит удовольствие то то чем я расслабляюсь то как я отдыхаю какие у меня ресурсы есть есть такая практика называется колесо баланса вот выполняя это колесо баланса регулярно хотя бы один раз в полгода да вы вот проводите такую инвентаризацию да что у меня есть в личной жизни что происходит с моим телом что происходит с моим духом да что происходит у меня в сфере с друзьями да что происходит там у меня с какой-то другой еще сфере например и тогда вы смотрите где вы можете брать эти ресурсы повышение квалификации с отрывом от работы а сейчас мы все перешли в век интернет-технологии да и вот мы все находимся там поэтому сейчас очень много дистанционных курсов онлайн курсов но это не отрыв от работы вы не меняете плюс тогда когда вы куда-то выходите или куда-то выезжаете пусть это будет один день два дня но у вас будет это смена обстановки тогда это будет считаться повышением квалификации будет считаться перезагрузкой во всех других ситуациях это будет только дополнительная нагрузка тренинги пожалуйста ходить на определенные тренинги это может быть все что угодно вот связанные с ароматерапии там тренинги связанные с не знаю с гончарным искусством или еще что то такое самое главное друзья мы это не связаны с тобой хобби и вот здесь опять же да прекрасно когда у вас есть какое-то увлечение еще и еще один нюанс увлечение не связанное с работой а еще лучше прямо противоположной работе если мы педагоги и у нас очень много регламентации в деятельности наша деятельность она жестко регламентирована то соответственно наш досуг тогда а должен быть таким где я могу проявлять очень много импровизации где мне не надо будет быть назидательным где мне не надо быть доминантным где мне не надо будет себя контролировать и рекомендации ну во первых да жизнь это не только работа мы на самом деле работаем для того чтобы брать какие-то инструменты до для этой жизни для того чтобы самореализовываться поэтому если вы ставите себе приоритетные жизненные цели и идете к ним тогда вы используете работу как ресурс вы используете как инструмент они как всю жизнь отказ от перфекционизма не надо стараться сделать лучше еще лучше и еще лучше не всегда это хорошо высыпаться вот если у вас есть возможность потратить время на то чтобы посмотреть телевизор или поспать поспите вот при любой возможности если она у вас есть поспите планируйте свой отдых но об этом я уже сказала то есть планировать свои выходные чтобы вы знали что вы будете делать чтобы ваши домашние знали что вы будете делать и чтобы вы могли переключаться используйте на протяжении дня короткие паузы это вот такие минутки вынуждены без деятельности вот знаете коллеги здесь тоже сделаю акцент да очень классная практика практика ничего не делаем я это может быть пять минут пять минут ничего не делая то есть вы на эти пять минут полностью отказываетесь от каких-либо задач операции еще что-то и просто смотрите на цветочек или в окно на птичку еще на что-то но в вашей голове если вас проходят куча опять же операции вы обдумываете какую-то историю это не ничего не делаем и этому надо еще учиться как ничего не делать используйте воду смывайте себя каждый день не делайте из мухи слона то есть не катастрофизировать работа это только работа возвращайтесь к правилу первому общайтесь с близкими вам людьми используйте своих близких людей для того чтобы поделиться своими переживаниями выбирайте для отдыха противоположной работе виду а виды занятий да и в конце концов если ничего из этого вышеперечисленного не подошло возьмите отпуск мы не рабы да мы имеем право на отпуск который вы можете взять за свой счет случае если у вас пока еще нет очередного используйте возможность коллеги у меня все если есть какие-то вопросы можете написать да за то время пока у нас есть еще я смогу на них ответить в целом хочу вам пожелать всем здоровья благополучия и помните самое главное правило человека работающего с другим человеком позаботьтесь о себе вот это как самолете сперва наденьте маску на себя а потом одень сию на ребенка то есть у нас история такая что мы можем быть конструктивными полезными и вот именно теми кто знание несет да те кто на кого равняются только тогда когда вы сами в ресурсе поэтому будьте в ресурсе и всего вам хорошего по каким факторам можно определить паническую атаку и вы ее ни с чем не спутаете паническая атака это просто резко она начинается с ровного места может быть как бы спустя какое-то время после произошедшей какой-то истории или ситуации это резкий страх смерти то есть ощущение что я умираю причем все вегетативные симптомы у нас есть то есть дыхание пережимает сердце сразу вот пытается выскочить с груди может сразу тошнить рвать могут быть прям позыва к мочеиспусканию вот это тряска рук ног ноги подкашиваются некоторые люди просто ничего не чувствуют и длится нам от нескольких минут ну вот как бы там может две минуты до до там 15 минут это почему называется паническая так потому что это вот резкое состояние паники паники какой паники выживания то есть это вот опять это переключение вегетативный как бороться с панической атакой после травмы вот здесь не надо с ней бороться это только симптом это надо работать с травмой то есть надо идти в работу и работать с травматичным событием ну что коллеги тогда завершаем успехов вам всего доброго и до новых встреч и и